Продолжение следует... Продолжение задач на движение по суше. На предыдущем уроке мы с вами рассмотрели 4 вида задач на движение по суше. Давайте мы их вспомним. Итак, первое движение. Движение встречное. Движение навстречу. И формулы, которые им сопровождают это движение. Напоминаю, нельзя говорить сумма скоростей, нельзя говорить общая скорость. Мы говорим, что это скорость сближения. Если мы знаем скорость сближения, мы можем тогда искать разные моменты. Мы можем искать расстояние между точками через 3 минуты. Мы можем искать время встречи этих точек. Мы можем искать любой элемент задачи, который нам нужен. Здесь вам показана формула, которая дает возможность найти расстояние между точками через 3 минуты после движения. То есть стоит циферка 3. То вместо буковки Т нам нужно будет ставить циферку 3. Следующий вид движения. Это движение в противоположных направлениях. Опять-таки делаю ударение. Это не общая скорость, не сумма скоростей. Это скорость удаления. С такой скоростью наши 2 точки каждую минуту будут удаляться. Тогда, естественно, сделать вывод, что если в этом случае через какое-то 3 минуты точки, расстояние между точками будет уменьшаться, то здесь расстояние между точками будет увеличиваться. Это было решением задач нашего предыдущего урока. Переходим с вами к следующему виду движения. Движение в догонку. И опять-таки я вам напоминаю, что более длинная стрелочка говорит о более высокой скорости. Более короткая стрелочка говорит о более короткой, более маленькой скорости. Следовательно, первая точка с более высокой скоростью обязательно через некоторое время Т догонит вторую точку. Формулы соответствуют. Скорость, не разность скоростей, не насколько одна меньше другой скорости. Это скорость в догонку. То есть с какой скоростью первый догоняет второго. И последнее движение по суше – это движение с отставанием. Обращаю внимание, первая скорость, она у нас нарисована вот здесь, более длинная. Вторая скорость нарисована короткой стрелочкой. Это значит, что точка 2 будет все время отставать от точки 1. Поэтому от более высокой скорости мы вычитаем маленькую скорость и получаем скорость в догонку. Итак, мы с вами повторили все четыре вида движения. Теперь попытаемся эти виды движений применить к решению задач. Уже не таких простых, как на предыдущем уроке, а, наверное, таких интересных, с которыми вы столкнулись в домашней работе. И если у вас возникли проблемы при решении, то, прослушав сегодняшний урок, я думаю, что вы легко их исправите. Ну, или подкорректируете свое решение. Итак, мы приступаем к знакомству с задачей. Задача у нас звучит так. Из точки А в точку Б, расстояние между которыми 3 км, выехали автомобиль со скоростью 100 км в час и автобус со скоростью 80 км в час. Нас спрашивают, через какое время машина догонит автобус. Итак, запускаем это движение. Понятно, что так как скорость автомобиля выше, то он обязательно через какое-то время догонит автобус. Наша задача найти это время. Вспоминая начало нашей работы по движению, мы говорили, для того, чтобы найти время, нам нужно работать с помощью деления расстояния на скорость. В данном случае у нас движение вдогонку, поэтому мы будем искать скорость вдогонку. И для того, чтобы найти наше с вами время, мы будем расстояние делить на скорость вдогонку. Мы получаем 3,20 часа. Через это время автомобиль догоняет автобус. Обращаю ваше внимание, у нас задача исходная была в натуральных числах, а потом мы столкнулись с тем, что не можем разделить. Но мы с вами учили обыкновенные дроби. И помним, что черта дроби обозначает действие деления. Поэтому мы число 3 запишем в числителе, а в знаменателе запишем разность вот эту, которая означает скорость вдогонку. И это значит, что мы должны поделить число 3 на 20. Внимание, напоминаю тем деткам, которые работают по мерзляку, учебнику мерзляка. Они могут выполнить это деление и записать в виде десятичной дроби. Кто этого делать не умеет, тот оставляет ответ в таком виде. Краткий ответ, потому что комментарий у нас прописан в этом действии. Итак, мы приступаем к следующей задаче. Следующую задачу я взяла непосредственно из учебника мерзляк. Мерзляк. Ваша задача о мышах и о коте Леопольде. Мышки его заметили, когда расстояние между мышками и кошкой было 30,4 метра. Они двигаются каждый со своей скоростью. По условию задачи видно, что у мышек скорость побольше, у Леопольда скорость поменьше. Следовательно, исходя из этого, мы делаем вывод, что мы будем иметь не что иное, как задача на вдогонку. Если мы используем нашу схему, то есть из этой задачи создадим модель математической задачи, которая дает возможность применить наши формулы, то мы получим вот такую картинку. Исходя из этого, время, через которое они догонят, будет искаться на... По формуле расстояние мы будем делить на скорость, которую находим. В результате этого деления мы получаем десятичную дробь. Ребята, которые учатся, могут по учебнику Никольского, могут не знать эту форму записи. Поэтому ответ я им прописала в той форме, в той дроби, с которой они знакомы. Это смешанная дробь 9,5. Если ребята знают эту десятичную дробь, они ответ могут прописать в виде десятичной дроби. И тот, и тот ответ будет абсолютно правильным. Итак, ребята, мы попытались на сегодняшнем уроке применять формулы на решение задач по суше. Мы говорим о четырех видах таких задач. Нам осталось лишь домашнее задание. Первое, что я вас прошу, вспомнить виды движения и формулы, их сопровождающие. Следующее, естественно, задание будет письменным. Напоминаю, учебник и номера 941 и 1007. Если вы учитесь по Никольскому, я предлагаю вам номера 554B и 859. Уважаемые пятиклассники, итак, берем ручки, тетрадки и приступаем к выполнению домашних заданий. Не забываем, что перед письменным выполнением нужно все-таки повторить теоретическую часть, вспомнить, записать формулы и только тогда приступить к решению. Желаю успеха! Желаю успеху! Желаю успеху! genres of movie or film movie and film are the same are the synonyms but movie is an american style but it's in british film so students today i propose you to watch a small video and to know new words about film genres let's listen and pronounce them what do you usually do in your free time we like watching movies movies can be divided into several different genres there are exciting action movies action movie action horror horror movie there are comedies that make us laugh comedy and dramas that make us cry drama sci-fi movies show sci-fi or science fiction in the pool historical films tell us stories from the past documentary and events so for you to make a review or describe your favorite film or movie these words are the same in their meaning it's a film in russian you can use other words please now let's look at the screen and do a quiz please please now films what do this word means genre genre means a a film b a modern film c a kind of film the second word is cast cast means a people b children c all the actors in the film of course boys and girls cast means all the actors in the film character please pronounce it right character not character character means a man a b an individual played by the actor and c a woman yes students character means an individual individual so it's a person played by the character and use the verb adjective i'm sorry staring adjective staring means a an object in the sky b a celebrity and c and indicated the most important performer or role of course of course staring means indicating the most important performer or role so let's get a revision cast all the actors of the film character character an individual played by the actor staring indicating the most important performer or role but these words are not enough for you to describe your feelings after the watching film so please now here is language booster look at the smiles if you like film that you watched please you can say it's super it's well worth seeing it's a must see it's a must see but if you dislike you don't like it at all you can just say it's boring next so we are ready to make a film review it won't be hard it will be simple for you please now the first here in the line by you can write down your name and surname the name of the movie is for example harry potter the main characters are harry potter hermione gene grandeur and etc the movie's genre is it's a fantasy rating of course if you like it if you can say it's top five and i like this movie because it's super or it's a must see so students your home task is to use the notes to write down your film review thank you for your attention wish you good luck goodbye здравствуйте уважаемые пятиклассники сегодняшний урок по русскому языку мы начинаем с того что организуем поиск что же мы с вами будем искать какой член предложения пропущен в этих словосочетаниях испечь приступить к расписал ощущаем слова для справок тепло ватрушки задачи гуашью у вас получились без труда словосочетания испечь ватрушки приступить к задаче расписал гуашью ощущаем тепло но здесь пропущены не только слова но пропущены и некоторые буквы повторим орфограммы слове испечь после шипящий глаголе мы пишем мягкий знак слове приступить приставка при слове расписал приставка раз слове ощущаем в личном окончании глаголов мы пишем окончание е надеюсь что вы не сделали ни одной ошибки а теперь вернемся к заданию итак какой же член предложения пропущен я надеюсь что вы задавая вопросы скажете о том что здесь пропущено дополнение испечь кого что приступить кому чему расписал кого что ощущаем кого что и так тема нашего сегодняшнего урока дополнение и наша цель научиться находить дополнение и так инструкция которую я вам предлагаю для поиска дополнений состоит из нескольких важных частей будем знакомиться с инструкцией и так шаг первый нужно знать что обозначает дополнение дополнение это второстепенный член предложения который обозначает предмет объект на который распространяется действие пишу письмо придумайте пожалуйста свой пример слушаю например музыку объект который является адресатом действия то есть то кому адресовано действие пишу другу читаю бабушке объект это орудие или средство действия пишу ручкой рисую карандашом объект для сравнения быстрее меня дальше горы отношение к руководителю владельцу или производителю чего-либо заведующий аптекой директор школы шаг 2 нашей инструкции на какие вопросы отвечает дополнение дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей то есть все падежи кроме именительного давайте попробуем те существительные которые у нас есть примерах поставить в нужном падеже родительный падеж отвечает на вопрос кого чего поэтому у нас будет слово форме выбор чего профессии дательный падеж отвечает на вопрос кому чему естественно мы образовываем слово редактор в дательном падеже пишу кому редактору винительный падеж отвечает на вопрос кого что и в данном случае нам не придется изменять форму слова потому что в словосочетании придумал кого что рассказ слова рассказ совпадает по своей форме с именительным падежом я надеюсь что вы помните это тоже изначальной школы творительный падеж вопрос кем чем поставьте пожалуйста слово топор в форму творительного падежа у вас получится рубил чем топором предложный падеж отвечает на вопрос о ком о чем и слово встреча если вы поставите предложный падеж то слово сочетание будет звучать так думаю о чем по встрече и так давайте потренируемся находить дополнение и определять в каких падежах употреблены слова я читаю письмо и думаю о тебе он руководит секции доклад мы поручили пете я купил пять книг я прошу тебя не вешать нос роза ароматнее других цветов посмотрим что у вас получилось слово письмо употреблено в винительном падеже читаю кого что письмо местоимение тебе форме предложенного падежа о ком о чем слово секции творительный падеж руководит чем секции а вот с предложением 3 вы могли ошибиться потому что слово доклад стоит в винительном падеже но формой этого слова совпадает с именительным я думаю вы надеюсь я надеюсь что вы правильно определили дополнение поручили кого что доклад винительный падеж поручили кому пете дательный падеж я купил пять книг в чем сложность в этом предложении мы задаем вопрос купил кого что то есть вопрос винительного падежа не к слову книг и не к слову 5 а к сочетанию слов и в данном случае это сочетание является дополнением. Я прошу тебя не вешать нос. Интересный случай, когда местоимение тебя употребляется в родительном падеже, а вот фразеологизм не вешать нос полностью является дополнением. И мы задаем к нему вопрос, прошу тебя о чем? Не вешать нос. И последний пример, роза ароматнее других цветов. Здесь нужно задать вопрос от слова ароматнее чего? Цветов. В данном случае дополнение употребляется в родительном падеже. Третий важный шаг. Чем может быть выражено дополнение? Именем существительным, местоимением, числительным, наречием. И мы уже столкнулись с этим случаем. Словосочетанием или фразеологизмом. Но проблема в этой таблице состоит в том, что здесь все перепутано. И первая часть не соответствует второй. Попробуйте исправить самостоятельно. Итак, что же у нас с вами получилось? Ошибки исправлены. Дополнение может выражаться словами разных частей речи. Например, имя существительное в косвенном падеже. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебачи. Местоимением, нам, числительным, на пять, наречием, на сегодня. Словосочетанием или фразеологизмом. Несколько человек, а каждому из нас любоваться чем? Анютиными глазками. Итак, инструкцию вы получили. Она состоит из трех шагов. Попробуем теперь применить наши знания. Белое одеяло скрыло все следы. Найдите здесь дополнение. Одеяло скрыло кого что? Следы. Никогда и никому не доверял своей тайны. Не доверял кому? Никому не доверял чего? Тайны. Я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Вспоминал о чем? Об этом. Собака возилась в углу с четырьмя щенками. Возилась с кем? С четырьмя щенками. Двадцать умножили на четыре. Умножили на что? На четыре. Если вы без труда определили дополнение, то тогда действительно тема не представляет для вас ничего сложного. Вы можете потренироваться самостоятельно, сделав упражнение в учебниках. Упражнение 512, 136, 229. А теперь хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности употребления дополнения. Итак, есть правила, говорящие о том, что предлоги благодаря согласной и вопреки требуют исключительно постановку существительного в дательном падеже. Давайте посмотрим, как это работает, потому что не только дети, но и взрослые иногда допускают подобные ошибки. Итак, согласно правилу или правила. Мы заполнили документ. Итак, неправильное употребление согласно правила. Предлог согласно требует дательного падежа. Значит, мы должны обязательно сказать и написать согласно чему? Правилу. Вопреки мнения или вопреки мнению бабушки она легко влилась в новый коллектив. Вспоминаем о том, что предлог вопреки требует именно дательного падежа. И неправильным будет вопреки мнения. Правильное употребление вопреки мнению. Благодаря талантам или талантов он быстро становится душой любой компании. Я думаю, вы без труда усвоили, что здесь нужно употребить обязательно слово в дательном падеже. Неправильным является благодаря талантов. Мы, конечно же, скажем, благодаря чему? Талантам. Это правило легко проверить, если задать к существительному вопрос, кому или чему, принадлежащий, безусловно, дательному падежу. А теперь я вам предлагаю лингвистическую задачку. Определите в предложении дополнение. Море накрыл туман. Сначала вы определяете грамматическую основу. Что туман, что сделал, накрыл. А потом без труда задаете вопрос от сказуемого к дополнению. Накрыл кого что? Море. Во втором предложении. Ветер приносит пыль. Вы находите подлежащее, ветер. Что делает? Приносит. Кого? Что? Пыль. Обратите внимание, что подлежащее и дополнение меняются местами. Но самое главное для того, чтобы решить эту задачку, это нужно видеть, где подлежащее, а где дополнение. Ураган повалил дуб. Естественно, вы ошибетесь, если скажете, что подлежащее дуб, что сделал, повалил. Кого повалил ураган? Нет, совершенно неправильно. Так не годится. Подлежащее ураган, а дополнение в этом предложении дуб. Дерево сломал ветер. Естественно, что подлежащим будет слово ветер. А вот сломал кого что? Дерево. Дерево является дополнением. А последнее предложение. Как бы вы ни старались, не получится у вас решить однозначно, где же здесь подлежащее, где же дополнение. Город может украшать бульвар, когда все горожане вышли на улицы и украсили бульвар. Но и бульвар может быть гордостью города. Бульвар может украшать кого что город. Вот такие именно предложения и являются лингвистической ловушкой. Для того, чтобы понять, где в этом предложении дополнение, вам потребуется контекст, то есть другие предложения, подходящие по смыслу. Надеюсь, что эти лингвистические задачки убедили вас в том, что дополнение хоть и легко определяется, но это далеко не простой член предложения. Я предлагаю вам закрепить полученное знание в домашнем задании упражнения 513-137-231. И, конечно же, желаю, чтобы вы без труда находили дополнение. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!